Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава послания к Коринфянам в рамках библейского проекта «Экзегет». И первые две главы, они посвящены, в общем-то, более-менее одной и той же теме, хотя они далеко не повторяют друг друга. Павел выясняет свои отношения с Коринфянами. Я так, может быть, сказал несколько грубо, но это так. Он начинает с благословений, потом он переходит, собственно говоря, к теме того, почему он не приходил до сих пор в Коринф, хотя очень хотел, говорит, что не хотел их огорчать, не хотел быть для них начальником веры, хотел, чтобы изменения были самой коринфской общиной произведены, упоминает некоего человека, который его огорчил, но Коринфян самих огорчил еще бы даже больше. И в конце второй главы вдруг сделает такое замечание мысловом Божьим, не приторговывая, явно кого-то критикует, но не называет конкретно кого, а вот сообщает, что он говорит искренне от Бога, пред Богом во Христе. И в третьей главе продолжается это выяснение отношений. Он вдруг, наверное, пытается возразить на какие-то возможные реплики со стороны Коринфян, а ты, собственно, кто такой, могли бы они его спросить, откуда мы знаем, что у тебя есть право вот так с нами разговаривать? И он им отвечает, что же нам, заново знакомиться? Или нам нужны, как некоторым, рекомендательные письма, или к вам, или от вас? Ну, когда люди друг друга не знают, сегодня, допустим, есть интернет и какая-то другая справочная информация, а тогда приходит человек в другой город, он может предъявить рекомендательное письмо. То есть те, кто его знают, напишут, что да, вот это хорошее, мы хорошо с ним знакомы, мы можем о нем все самое такое радостное сказать, ну и примите его как следует. Соответственно, Павел говорит, что вам надо принести такое письмо от другой общины, или, может, вы мне напишите для другой общины? Наше письмо вы сами, оно начертано в ваших сердцах и всем людям доступно для чтения и понимания. Коринфская община основана Павлом. Он пришел туда с проповедью, он жил там довольно долгое время, и, собственно говоря, его рекомендательное письмо, вот это община, вместо того, чтобы рассуждать, кто у нас, у меня документ есть, а у меня там звание, а у меня там еще что-то, он говорит, а вот община, которая родилась при моей помощи, которую я вынинчил, выпистывал, и вот посмотрите на них, это мой плод. Вы сами показываете, что вы послание, начертанное Христом при нашем служении не чернилами, а Духом Бога Живого, и не на каменных скрижалях, а на плоти живых сердец. То есть вот самое главное, что такое христианство вообще? Это то, что Христом пишется на плоти живых сердец. Так Павел в этом, по крайней мере, месте говорит об этом. В чем мы уверены, так это в Боге, благодаря Христу. Не то, чтобы мы сами могли себя считать на что-то годными, наша пригодность от Бога, это Он удостоил нас служения Нового Завета. То есть он говорит, ну, смотрите, вы знаете, кто такие мы, мы знаем, кто такие вы, более того, если мы, Павел и его спутники, может быть, тот самый Тимофей, который в самом начале послания упомянут, может быть, кто-то еще, если мы захотим кому-то продемонстрировать свои полномочия вообще, показать, кто мы такие, мы на вас покажем, скажем. Вот Коринфяне, это те, кто свидетельствуют о нас, что такое наше служение. Но при этом он не говорит, мы такие крутые, мы апостолы 80-го уровня, в чем мы уверены, так это в Боге, благодаря Христу. То есть Он действует в нас, Он удостоил нас этого служения. Не буквального, а духовного, ведь буква убивает, а дух животворит. Фраза, которая очень известна, о чем идет речь. Ну, есть буквальное служение, то, которое пристыкает из исполнения норм Ветхого Завета, и есть духовное, которое следует за его духовным пониманием. Собственно, Новый Завет и есть такое духовное служение, и дух животворит, то есть делает живым, дает жизнь. Даже служение мертвенному закону, запечатленному буквами на камнях, совершалось в славе, так что сына Израилеву не в состоянии были вынести вида Моисеева лица из-за славы, сияние которой угасало на его лице. О чем идет речь? Это описание в 34 главе книги Исход. Моисей, когда получил закон на горе Синайской, он спустился, и израильтяне не могли на него смотреть, потому что его лицо было каким-то совершенно особенным, сияющим, и это сияние, конечно, угасло через некоторое время, это не продолжалось вечно. Так вот, служение этому самому мертвенному закону, не то что он ругает закон Ветхого Завета, но он показывает, что это вот что-то касающееся в основном материальных вещей, умирающего чего-то, там, пища, одежда, ритуалы определенные. И вот это служение, оно проявилось на лице Моисея в виде некой особой сиянина, которой смотреть даже было нельзя. Насколько же более славным должно оказаться духовное служение? Если славным было служение осуждающего человека, настолько же богаче слава и служение, делающее его праведным. Служение осуждающее человека, то есть Ветхозаветный закон многократно говорит проклят такой, 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 и предписывает всевозможные наказания, в том числе смертную казнь. И духовное служение, оно не осуждает, оно дает, наоборот, человеку возможность возвыситься, оно оправдывает, об этом тоже Павел многократно пишет, но в этом месте здесь нет. И, соответственно, это нечто более значительное. Вот он уже пошел богословствовать. Но его богословие вытекает только из этой необходимости рассказать Коринфинам, что вообще у него с ними не просто много общего, а у него с ними все общее. «И прежде прославленное уже не прославляется. Нынешняя слава затмила прежнюю, что угасло было славным, насколько заславнее то, что остается». Но прежде прославленное имеется в виду ветхозаветное служение в Скинии, в храме, и вот оно с приходом Нового Завета утрачивает свою такую славную сущность, свой статус, если угодно. И Павел уже ушел от этого выяснения, и он говорит о том, о чем он очень любит говорить, о превосходстве Нового Завета, о том, как в Новом Завете открывается людям то, что было в ветхом явлено лишь в виде какой-то догадки, в виде какого-то предвкушения, но не как реальность. Дальше резюме. Такая есть у нас надежда, и велико наше дерзновение. Прекрасное слово «дерзновение». Можно еще привести откровенность, смелость, как-то так. То есть то, что позволяет человеку действовать без особой оглядки на какие-то внешние границы. И интересно, что Павел его употребляет довольно часто. То, что дает человеку возможность раскрыться, то, что дает человеку активную свободу. Не свободу, как бегство от каких-то условностей, но именно как действие, направленное в мир. И дальше еще один пример из Ветхого Завета. «Некогда Моисей покрывал свое лицо, потому что сыны Израилевы не могли вынести вид от того, что само подходило к концу». Имеется в виду это самое сияние славы на лице Моисея. А и действительно в Ветхом Завете рассказано, как Моисей закрывал лицо, как он давал им возможность вообще на себя посмотреть, хотя бы в закрытом виде. И это сияние само подходило к концу. Да, оно было проходящее. «Но разум их окаменел вплоть до сего дня то самое покрывало, наброшенное на прочтение Ветхого Завета, и смысл его не открыт, а снимается оно только Христом». И вот здесь Павел утверждает, что иудеи, те, кто не принял Христа, они вот это покрывало держат на том самом месте. Моисей для них закрыт покрывалом. То есть подлинный смысл Ветхого Завета от них скрыт. И снять это покрывало, показать им, в чем подлинный смысл, можно только через Христа. И сегодня, когда читаются книги Моисея, покрывало лежит на их сердцах. Но если обращаются к Господу покрывало, снимается. Он еще раз это поясняет. Павел иногда наиболее сложные мысли два, то и три раза пересказывает немножко по-разному. И дальше замечательная фраза «Ведь Господь – это Дух, а где Дух Господень, там свобода». Вот это дерзновение свободы у него христианства, еще раз скажу, это не безграничное такое вот, не отмена всех ограничений и живи как хочешь, а для него это какой-то прорыв к новому качеству свободы, к новой какой-то степени этой самой свободы, которая в Ветхом Завете просто невозможна, которая в Ветхом Завете ограничена множеством таких, земных, материальных правил. А здесь, здесь да. «Ведь Господь – это Дух, а где Дух Господень, там свобода. А мы все с непокрытым лицом видим отражение славы Господней и преображаемся по Его образу от славы к славе. И это от Господа, и Он – Дух». Вот та самая идея Ветхозаветного покрывала. Мы не только непокрыты покрывалом, у нас непокрытое лицо, но мы и сами в каком-то смысле перенимаем на себя эту славу, мы сами от славы к славе, да, то есть от меньшей к большей, или от одной к другой, мы не знаем. Но есть какое-то развитие, есть какое-то взаимодействие, есть какое-то открытие чего-то нового, и это от Господа, и Он – Дух. А дальше будет 4 глава.